Здравствуйте, уважаемые ученики! Я рада приветствовать вас на уроке Всемирной Истории. Тема сегодняшнего урока – культура эпохи Возрождения. Исследовательский вопрос – как эпоха Возрождения изменила развитие искусств? Цель обучения – характеризовать культуру эпохи Возрождения, устанавливая взаимосвязь с культурой и этичности. Изобразительное искусство – культура. Описывать влияние идей гуманистов на развитие средневековой культуры. Эпоха Возрождения – это период в европейской культуре с 15 по 16 века, который характеризовался проявлением интереса к личности человека, отрицая средневековую смиренность и подчинение церкви. Новая культура зародилась во Флоренции, а потом распространилась по всей Италии и Европе. Периоды эпохи Возрождения – 13 век, предвозрождение, 14-15 век, раннее Возрождение, первая половина 16 века – период расцвета Возрождения, вторая половина 16 века – раннее Возрождение. В Средневековье – центр мировоззрения Бога. Возрождение – центр мировоззрения человека. Характерные черты искусственного возрождения. Античность. Художники в поисках совершенства брали за основу образцы средневреческого искусства. Пейзаж. Действие разворачивалось на фоне сцен мирной сельской жизни. Перспектива. Ощущение глубины пространства достигалось за счет того, что главные линии сходились в одной точке. Красота и гармония. Жести и выражение лиц, изображенных персонажей, гармоничны и пропорциональны. Индивидуальность. Проявление интереса конкретного человека. Гуманизм. Направление, связанное с развитием общественной мысли эпохи Возрождения. Основой ренессанса был гуманизм. В XVI веке гуманизм перерос в общественное движение, охватившее западную и центральную Европу. Культурные идеи эпохи Возрождения раскрываются через гуманизм. Большой вклад в развитие культуры эпохи Возрождения внесли такие художники, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Сафаэль Санти. Познакомимся с ними. Леонардо да Винчи – великий итальянский художник, живописец, скульптор, архитектор, ученый, математик, физик, яркий представитель типа универсального человека, идеала итальянского ренессанса. Велика роль его в сфере изобразительного искусства. Произведения художника составили великолепные сокровища человеческой культуры. Например, портрет Монолизы Джаконни в настоящее время хранится в Париже. в музее Луида. Известны также его картины Мадонна Лита, Мадонна Бенуа, портрет Джиневры Де Винчи. Микеланджело – итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт-мыслитель. Один из величайших мастеров духовки Ренессанса. Отец отдал Микеланджело на воспитание другим видом. Находясь в Капрезе, он раньше письма и чертения научился работать. Деятельность скульптора связана с двумя городами Далии – Флоренция и Рима. Во Флоренции Микеланджело создал свою известную скульптуру Давид, которая долгие годы была эталоном человеческого тела. В Риме родилась Слепьетка. Художник свои сакральные мысли воплотил в искусство. По заданию римского папы Юлия II на потолке экстинс-капеллы он изобразил 300 эпизодов рождения мира по библейским сюжетам. По совету Павла III написал «Страшный суть». Скульптурные работы Инфиланджело, созданные в Ватикане и Капитолии, удивляют поимвеличайшую красоту. Рафаэль Санкс Итальянский живописец, график, архитектор, представитель Флоренкийской школы, один из крупнейших представителей искусства, высокого возрождения, безупречного обвинения линий и умения обобщать и выделять главные, сделанные Рафаэлем, один из самых выдающихся художников всех времен. Во Флоренции Рафаэль работал над образами еще 20 Мадонн. Его самая первая картина называлась Мадонна Соли, Мадонна Грандулка, Мадонна с гвоздиками, самые известные Мадонна Терануова, Мадонна с Ионом Крестителем Николаем Низбаром. Самое выдающее произведение Рафаэля бесспорно «Экстинская Мадонна». Заказ на данную работу дали монахи Церкви Святого Икста. Далее я предлагаю вам поработать с картинкой на следующем слайде. Вы должны будете определить, в какой эпохе относится картина, аргументировать свой ответ, определить сходство и различия произведения искусства. Следующее задание нужно будет заполнить таблицей, то есть заполнить сферу действий Леонардо Довинчина, Микеланджело, Рафаэла Санте и также указать их в дневнике произведения. Художники эпохи Возрождения это художники больших знаний. Чтобы оставить такое наследие нужно было очень много знать в области истории, астрологии, физики и так далее. Они были больше, чем художники, они были философами, объясняющими нам мир с помощью выводов. Вот почему они нас всегда глубоко интересны. Следующее нужно будет написать мне сообщение о результатах деятельности на уровне. Редактор субтитров Корректор А. Продолжение следует...